Сегодня поговорим о шахматной тактике. Начнем с понятия связка. Связка делается слоном. Вот вы видите ситуацию на шахматной доске. И вам нужно сходить слоном на клетку С4. Таким образом ладья не может уходить в сторону, так как будет атакован король. И вам соответственно выгоднее будет забрать ладью, даже если она, например, закреплена была конем. То есть если вас заберет конь, вам все равно этот обмен будет выгоден. Также связка может быть вот такой. Вы ставите шах черному королю, ему придется уходить, и вы забираете его ладью. Следующий тактический прием называется двойной удар. Вот мы ферзя ставим, например, на С4 и делаем шах королю и атаку на ладью. Естественно закрыться ему нечем, короля приходится убирать, и мы забираем ладью. Вариант может быть так, не только ферзем. Двойной удар можно сделать ладьей. Например, вот здесь стоит слон, здесь стоит король. Мы делаем шах ладьей, ему приходится уходить, и мы забираем слона. Теперь рассмотрим двойной удар пешкой. Еще его называют вилкой, но, как правило, двойной удар. Вилкой, как правило, называют атаку конем, о которой мы сейчас поговорим чуточку позже. Вот, вы так атакуете сразу ладью и коня, делаете двойной удар пешкой. Если он уйдет конем, соответственно, забираете ладью. Но ему выгоднее уйти ладьей, так как она сильнее ее спасти, и вы забираете коня. И если вы даже еще совсем неопытный игрок, или только учитесь, понятие вилка слышал, я думаю, каждый. Вилка делается конем. Конь очень интересная фигура, и только конь может делать вилочку. Сразу делаем атаку. Ставим шах к королю, и нападаем на ладью. Король уходит, и делаем вилку. Даже опытные игроки часто попадаются на вилочки. Такое бывает. Либо вилку делаем конем, например, атакуем ферзя и ладью. Как на прошлом уроке вам рассказывал, что ладья и ферзь сильнее коня, и вам выгодно будет срубить как ладью, если он уйдет ферзем. Так и ферзя, если он уйдет ладьей. Ну, конечно же, ферзь сильнее, поэтому ему выгоднее спасти ферзя. Он уходит ферзем, и мы забираем ладью. На сегодня урок закончен. Подписывайтесь на канал и играйте в шахматы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok